Привет, привет, привет! Сегодня у нас вообще обещали ледяной дождь, но на дороге, смотрите, такая образуется, такая медленная, такая кашица водянистая. При этом, если пойдет снег, то, конечно, возможен и ледяной дождь. Потому что за ночь, например, так как вчера было подтаяно все, на автомобиле просто все таким, знаете, тоненьким слоем льда, покрылись стекла, ну и корпуса, да, машины. Это есть. Соответственно, все-таки минус на улице, ну, наверное, минус 6, минус 7 примерно. Если пойдет вот этот дождь, то тогда вот оно и случится. Вот видите, как машина едет, и в ней вот оттерта только часть, часть, часть стекла, чтобы видеть, да, что куда ехать. И дальше он просто не стал тереть на своем, на Рено вот этом флюенсе. А зачем дальше тереть? Оно само потом отойдет. И реально оно отойдет, вот это все попозже, когда машина прогреется, это все отойдет. Поэтому вот такая. Вот он сейчас сюда вот встанет и будет налево, блядь, поворачивать. Сука! Зачем так делать? Ну, выезжают из этого, как называется, из кармана и в левый ряд щемятся, чтобы налево тут начать поворачивать. Ну, Господи! Получается, я ехал, вот уже светофор, сейчас поеду, да, ну, хопа, и все, мне приходится перестраиваться. На улице достаточно так морозно. Я пока протирал щеточкой машину, то есть снега никакого не было этим самым. Ночью никакого снега не было, потому что машина, ну, не занесена совсем. Лишь покрыта вот этим корочкой небольшой, вот ледяной корочкой. Не более того. Камера фокусируется то на камне, да, то когда протрешь, она фокусируется на дорогу. А так, конечно, она видит капли, да, и поэтому, грубо говоря, фокусировка на ближайшие объекты идет. Из-за этого может, ну, и четкое изображение быть, так как здесь вот надо мне защемиться вправо. Вот он тоже на Тойоте, у него также почищена только часть. В левом ряду там стрелка, это Леня Голик. Ну, и по этой стрелке, ну, только налево можно ехать, когда она зеленая. А прямо будет гореть сейчас красным, вот она загорелась. Прямо уже ехать нельзя, не налево нельзя ехать, потому что нужно ждать стрелку. А в этом ряду, пожалуйста, едем вперед по плану. Ну, а здесь вот рекомендуется, конечно, перестроиться в этот ряд. Хоть и дальше на перекрестке я буду перестраиваться вправо, потому что здесь правые, вот еще крайне правые, они могут ползти направо к метро. Соответственно, здесь может скапливаться больше машин, и ты просто дольше простоишь. А при таком размере я вот, видите, приехал на перекресток в своем ряду первый. И сейчас я пойду прямо, и он туда, где вдали троллейбус, я там перестроил первый ряд. И там уже буду по кольцу щемиться, закусывать, да, закусывать направо, чтобы приехать к своей точке назначения метро. А по ТВ сейчас с утра идет классный такой фильм веселый, День радио, первая часть. Конечно, это ржач вообще, ржач и ржач. И я поехал, жаль, что не смог сейчас посмотреть, только начало, как они собирались на пароход, и все. Ну, вот здесь есть небольшая собраночка, да, те, кто хочет опять по кольцу на дачном проспекте ветеранов проехать в сторону кольцевой автодороги. По кольцу кольцевой, по кольцу кольцевой, прямо рэп, по кольцу кольцевой рэп. Можно, я дольше еду по кругу, чем всю остальную дорогу, получается. Я тут сегодня вообще быстро проехал, а круг вот тут какая-то заварушка опять. Вот тут троллейбусы, я понимаю, троллейбусы едут им туда, нужно налево. И там реально, там вот пустая дорога, но кто-то щемится оттуда, с левого ряда круга, вправый вот сюда, и все это создает затор, и им просто троллейбусом не проехать. Это все понятно. Ну, так а как? Сделайте какое-то, ну, органичное движение здесь на круге, потому что люди не понимают, кого они должны пропускать. Думают, что они на главной дороге едут, а они на самом деле не на главной. Потому что троллейбусы вот эти, которые тут сейчас стоят справа, они по главной дороге едут. Там на круге стоит главная дорога, а им приходится щемиться и ждать там кого-то, кто их там пропустит, помоляясь, как говорится. Почему так должно происходить? Тем более это общественный транспорт, который в приоритете в движении, в любом случае. А автомобилисты их нифига не пропускают. Вот и вся проблема на этом круге в том числе. Такими вот шматами лежит снег в Санкт-Петербурге. Вот так вот его убирают с дороги и складывают на, как сказать, на бордюры, вот на эти, которые здесь есть. И он потихоньку будет таять. Не думаю, что кто-то его будет отсюда вывозить и убирать. Вот честно. А мы поворачиваем во двор. И что же мы видим? Снег укатался, снега немного. Машинки стоят. Тесла опять традиционно у нас стоит, отдыхает. Какой-то дядька с тележкой. Вот эти две машины, что они тут стоят? Вот это BMW и вот вторая, три семерки в номере. Непонятно. Уже тут стоят какую неделю. Куда люди-то делись? Люди куда-то пропали. В общем, здесь еще более-менее. Но никто тут не убирает. Как-то было, что вот эта дорожка, она прям была настолько заснежена, что мне было вообще не проехать. То есть я там, ну, грубо говоря, терся пузом и еле-еле выехал отсюда. Вот это был трэш, конечно. А еще больше трэш, что мое любимое местечко занято. И мне придется сейчас что-то выискивать для места парковки. Я у метро Ветеранов. И спасибо всем тем, кто подписался и подписывается активно на канал, оставляет комментарии. Все, кто еще не подписался, прошу подписываться, ставить лайки, колокольчики, чтобы узнавать о новых видео. И всем огромной удачи и пока-пока.